Заходи к себе в расширение Экстеншнс Открывай Экстеншнс 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 Нажимай первое расширение Первое расширение Клик Первое расширение Экстеншн Энабл Жми Дизайбл стол Он активирован Опять нажимай open как ноутбук Отрывай как ноутбук Как мыши Открывай как ноутбук Остальные все выруби вообще не нужны больше Врубаю Рестарт Все они вырублены А этот? Тоже вырубаю он не нужен больше Рестарт То есть у нас только один остался Джипайтер ноутбук Конжугейт Давай Работай дальше Попробуй открыть Вниз скроль терминал Output вниз скроль Так что у нас тут Нет вниз скроль прям Ошибка плассировки Видишь написано Type error ошибка Сейчас будем эту ошибку чинить Скорее всего умные люди Добрые люди Они сделали форк этого репозитория Заходи опять в расширение Вон там ссылка на репозиторий Первая ссылка Жми 16 человек Значит кто-то из хороших людей Точно сделал форк этого репозитория Смотри 8 человек форкнул в репозиторий Парень видишь Последний раз парень Последний раз парень 3 года назад делал какое-то изменение Видишь написано Последний раз 3 года назад Это очень давно Он не поддерживает парень Но есть очень умные энтузиасты Очень хорошие Которые сделали форк Мышь отпускай Угу Отпустил Умные люди Сделали 8 форков получается То есть его репозитория продолжает жить Правильно? Только жить через других людей Если ты зайдешь здесь в issues То даже видишь то что issues Он даже убрал я вижу Нету issues Он убрал issues Неважно Мы можем посмотреть какой самый живой репозиторий Это самое важное Нажимаешь форк Угу Нажимаешь View exchange Exchange Сейчас еще разок Поближе зум сделаем Вообще ничего не видно Просто маленькое пятно Так делаю ближе зум Сейчас вот зум Ctrl O Плюс плюс да? Да Мы нажимаем форк Соответственно мы видим то что Репозитория этот мертвый 3 года назад Плагин значит мертвый правильно? Или неправильно? Значит мы нажимаем форк Есть добрые люди Которые поддерживают этот плагин View exchange Exchange Fork Вот это ребят которые до сих пор поддерживают плагин Самый Последний Самый такой свежий Я вижу что у этого есть И у этого есть еще Да? Два чувака которые поддерживают плагин Правильно понимаю? Вот это самый свежий апдейт И вот этот мертвый уже Вот это вот эти чуваки поддерживают Нам нужно посмотреть Расхождение по веткам Кто больше Кто больше вложил в этот плагин? Вот этот парень Или вот этот плагин Вот этот парень Вот этот парень Вижу что-то сделал еще с плагином Какие-то доработки По-хорошему нужно еще посидеть На Тоже тоже issues Нету Он тоже их не заводил вижу Но это неважно Вижу что парень поддерживает плагин Это хорошо Так Можем посидеть что он тут улучшил Но По факту Fact be you can now Save Markdown Files again Вот он что пофиксил Ты можете сохранить Markdown File again И так далее Теперь самое важное Смотр ли он закрыть нашу ошибку здесь Сейчас посмотрим быстренько Пробежимся по коммитам Пробежимся быстренько по коммитам Вот это Получается 14 файлов он внес изменения Он здесь что-то фиксил видишь Он То есть он дорабатывал плагин Видишь Так как ты в JavaScript не очень разбираешься Тебе это и не нужно Ты просто смотришь вообще что-то он сделал Или не сделал Он что-то сделал И не важно что ты понимаешь Не понимаешь что сделал Главное что что-то сделал С этим плагином Что-то доработал Можем его сейчас как раз попробовать установить Именно вот эту новую версию плагина Который парень доработал Это будет очень Это идеально будет Так и нужно работать И у парня кто-то тоже сделал форк Обратите внимание Кто-то у него еще форкнулся То есть Здесь 13 head 13 сверху еще А еще у него кто-то форкнулся Потом это посмотрим Период 2 All time All the time Most active Ну неважно здесь это все Уже лирика Смотри Мы сделали это Что дальше И еще вот есть такая реализация плагина Но здесь как я вижу Up to date То есть парень ничего не вносил Он просто сделал форк и все Никаких изменений он не вносил Как я вижу Хорошо Далее Соответственно Вообще Мы можем сейчас плагин установить Нажимаем Sound zip Видишь мы уже устанавливаем Плагин который парень доработал Видишь Да Да Это самое важное Это боевой опыт Боевая практика Нажимаем открыть Соответственно Вот Давай Давай Отлично Ну и соответственно Вот он этот плагин Зипка наша Правильно Вот что нам нужно сделать Нам нужно соответственно Просто это вытащить сюда Вот Вытаскиваем Супер Далее нажимаю control x Таким образом у меня папка выбирается Дальше Теперь тебе нужно зайти В пользователе В пользователе И здесь будет У тебя Аба Здесь будет .vs код .vs код Вот он .vs код И вот наши плагины Вот это мертвый Он мертвый Сейчас мы свой зальем плагин Мы же можем свой плагин залить Конечно можем Вот заливаем свой плагин Бах Естественно здесь мы должны Мейн убрать Потому что это база Все Мейн убрали Теперь открываем vs код У нас появился там плагин В vs коде Сейчас Здесь мы должны обязательно Перезапустить И посмотреть что получится Так Сейчас посмотрим Установленные плагины Установленные плагины Он должен здесь появиться Обязательно Как понять что точно это тот плагин Который мы тут постановили Легко На самом деле я просто могу здесь написать Сенаторов AI Чтобы мы поняли что это реально Новый плагин Сейчас мы это сделаем Смотри Сенаторов Сенаторов AI Корпорейшн Эдюкейшн И так далее Все мы это сделали Соответственно Теперь мы точно знаем что это наш плагин Все осталось только Найти В extensions Лучше всего грохнуть полностью vs код И заново Залиопинить Это будет самое надежное Сейчас мы его грохнем И откроем заново Так Как мы откроем заново vs код Легко Просто нажмем сюда vs код И откроем заново Далее Ну и по сути все Осталось только посмотреть Скачали мы или плагин или нет Этот Jupytex Так Посмотрим У тебя 34 плагина Вижу установлено Какие то могут друг другом конфликти Но это Потом продобавимся что Так Хорошо Сейчас мы найдем наш плагин Который мы установили Так Jupytex он называется Да Это Это плагин этого чувака Правильно Вот это плагин этого чувака А теперь наш плагин По сути мы можем его изменить Мертвый который да Мертвый Который который не работает Который не работает Это плагин Далее А теперь найдем наш плагин Окей По сути мы можем Сделать вообще очень хитро То есть мы можем Просто Подменить Плагины Что Вот сенаторов Ну вот видишь легко нашли Вот Сеатров AI Вот Супер Ты вообще глазастый Смотри Так вот короче вот плагин Да Вот плагин мы вот сейчас активируем правильно Вот Да проверим Персцент То есть это баг бага фикс То есть мы сейчас просто вручную накидываем плагин Видишь как здорово Вот То есть умные люди Дорабатывают плагины А мы просто их используем Накидываем и все JPytex Так и нужно самому Разбираться с этими проблемами По хорошему вообще JavaScript выучить Саму все писать Но тогда бы ты не был аналитиком Ты бы был бы разработчиком Хорошо Вот эту фигню нам не надо Мы ее убираем Она может конфликтовать А вот сенаторов AI Это все хорошо правильно Сенаторов AI должно все работать Далее Теперь в соответствии зайдем сюда Посмотрим что у нас получилось Нам важно вообще закрыл он эту дырку или нет В этом самом В Ну то есть в ячейке Если нет то будем просто дальше Искать и все Надо искать по форкам По он как это делается Ищется по форкам Вот сейчас реактивация терминала идет Реактивация терминала Видишь идет Вот вроде как он что-то пытается запуститься Activation output startup finish it Finish it Вот то есть Как ты видишь здесь extension host мы выбрали Здесь Сейчас посмотрим на Share Или на Windows попробуем Async Async работает File node Так это у нас Extensions Characters А теперь попробуем на Windows Так Сейчас попробуем еще раз Jupyter Так А Сейчас Это он открыл Сейчас не могу понять Так Сейчас попробуем еще раз Jupyter Так Sync GitHub Microsoft Сейчас посмотрим Наша задача чтобы он просто закрыл эту дырку Понял То есть твоя задача это просто через форки искать А его задача закрыть эту дырку Так Далее Сейчас здесь вижу что что у тебя здесь это не работает Значит эта дырка была не закрыта Ничего страшного У нас есть Интересно еще решение Если этот чувак не закрыл дырку Можно найти Главный вообще репозиторий Который закрыл эту дырку Смотри Сейчас Заходим сюда Да Он мало доработок сделал Видишь написано там 30 доработок Это очень мало Но в любом случае он молодец Но мало короче Что мы это сделаем Да мы просто Мы же что разработчики правильно Берем короче Глобально просто делаем Jupyter Здесь глобально все Короче Jupytex И поставим Кто вообще доработал этот плагин Мы же так должны с тобой Работать правильно Вот 666 тысяч Звезд Значит Это то что нам нужно Смотри Так Это нам не нужно Это скорее всего Сколько здесь тысяч звезд 8 форков Короче Это шляпка какая-то Правильно Конву Это видимо форк вообще Вот это Какой-то парень Фортнул официальный репозиторий А официальный репозиторий Это вот этот Вот он Jupytex 386 форков И так далее В этот плагин Внедрялся 3 месяца назад Вот это похоже на правду Согласен? Да Вот он Jupytex Это очень похоже на правду Это очень похоже на правду А если это то что нам нужно Значит мы просто его сейчас Выделим отсюда Осталось только понять По совместимости Это пакет у нас совместим Так это у нас получается Python 45% Jupytex Тут есть 9% Сейчас посмотрим Вообще это у нас по совместимости Тот не тот Посмотрим Смотри Ctrl-Shift Ctrl-Shift Так Нифига Это у вас получается Так делается выделение Прикольно Так ладно Неважно Ctrl-Shift И делаем Вкладочку Восстанавливаем Так смотрим сколько здесь Видишь написано Python 97% Jupytex Jupytex 47% Значит это Это не значит не плагин для вас кода Это вообще что другое Видишь Jupytex Что-то другое Это не плагин для вас кода Ну ты видишь что по объему Тут вообще не то бьется Тут Если Если Подкнешь В ВС код У тебя просто ВС код загнется Скажешь что я не знаю что это такое Это не плагин Как понять что это плагин для вас кода Легко По сути по структуре мы видим что здесь Icon PNG есть Есть здесь папочка Python Липс Зависимость Зависимость какие-то Питоновские Вот и тут есть еще Вот ВС код Вот это вот Видишь Тут прям ребята пишут спасибо большое То что они прям пишут Jupytex ВС код Легко можем найти Так Вот он Python Lips Есть зависимости да Правильно Ну видно да Да То что это прям то что нам нужно Python Lips и так далее Просто берем в наглую этот плагин Правильно Парень скорее всего доработал Нам не важно вообще от кого он форкнулся Нам это по сути вообще не важно Мы просто берем короче сейчас И соответственно Download Zip Скачиваем Zip Да Скорее всего он какие-то Он наверное много Тут хотя три года назад Последний раз было какое-то вложение В этот плагин Но не важно Сейчас посмотрим Так Предыдущий мы с тобой от кого скачивали Не от него да Скачивали предыдущий Это тоже легко понять Смотри берем сюда Заходим Заходим сюда Так соответственно Теперь заходим здесь на форк Форк И смотрим по форкам Кто у нас тут форкнулся Vuex Zipin fork Нет это не они Видишь это не в этот парень Вот этот парень Он сделал форк И посмотрим что у нас под доработком По сути он сделал какой-то мерч Здесь Было какое-то слияние Может быть он как раз закрыл тут дырку Может быть А может и нет Сейчас посмотрим по исусам А я вижу то что это очень популярный плагин Сейчас хотите по исусам Тут будет что-то не работать Use install pyelip Impossible Невозможно открыть Польше чем один ноутбук Open как ноутбук не работает Видишь Open is как ноутбук Button не работает То есть в его форке Проблема не была устранена Видишь В форке в проблеме не была устранена Значит Но он сделал первый шаг К установке проблемы Как мы видим здесь проблема не была решена Сейчас И поставим в закрытых проблемах IPMB Does not exist On disk Не существует How to conflict Конфекты и так далее Короче с этого репозитория начала Началась разворотка проблемы Да Устояние проблемы Как это делаем дальше Видишь тут очень дофига форков Скорее всего кто-то Кто-то дал второе дыхание этому репозиторию Вот стои как вилл Как я грамотно тащу Вот оттуда ищу дальше Ищу еще дальше Вот видишь Вот видишь Дальше вот этот чувак дал второе дыхание этому плагину Заходим сюда Видишь этот мертвый Этот чувак что-то делает с плагином Жмем сюда Далее работаем Смотрим его issues Ишусов нету Частота Он сделал 24 коммита Значит он еще больше вклад внес в плагин Правильно? Угу Значит мы должны взять его за основу Мы можем просто посмотреть что он сделал Он скорее всего сделал много труда Вот файл changed Вот он что-то работал Видишь над плагином Что-то добавлял Что-то фигачил Ты не можешь все понять Это не важно Самое важное что видишь Парень потрудился на славу Он как бы доработал плагин Нам все важное смогли он закрыть нашу проблему или нет Нажимаем код Download zip И таким образом ты понял Ты начинаешь становиться настоящим разработчиком Вот с этого момента начинаешь становиться настоящим разработчиком Потому что ты ага Так репозиторий плагин Ага Какой доработал? Вот этот парень доработал Что внес? Туда-сюда Так здесь что-то сделал Поставил вручную Дальше Смотри Заходим дальше получается в папочку Джопайтер Вот это все да Здесь соответственно поднимаемся выше Это плагин мертвого Он не работает Нажимаем И тоже удаляем вот это И это тоже не нужно Мы удаляем Так и вот этот плагин Конжигейт тоже удаляем Он нам тоже не нужен Так окей Дальше просто берем перетаскиваем сюда этот плагин Новый наш Так Отпускаем Вот таким образом Ты полага установить проблему Берешь Пытаешься хотя бы на таком уровне Конечно изучать Джоусский пройдет Не нужно Надо научиться как я тебе показывал решать проблему Понял? Понял Дальше смотри и на этом заканчиваем Вот Надеюсь это практика для тебя была самой топовой Смотри Экстеншн Просто сразу же сенаторфы я пишем Автоматом на автомате сенаторов AI Чтобы мы не запутались где наш плагин Вот он наш плагин Сохраняемся Нажимаем control s контрольный Контрольный как говорится делаем Дальше все Здесь проверяем по плагинам Скорее всего здесь все обновилось Сейчас посмотрим Раз Бак Ну и по-хорошему Вот он да сенаторфая видишь Все Это он Это наш плагин Проверяем как он работает Можем еще раз сделать disable Ну на всех случаев Рестартинг Дальше Заходим сюда Смотрим что у нас Смогли он исправить на пару Проблему или нет Это важно Сейчас посмотрим Так activation идет Это первый Нам главное не путаться Какой из них активацию дает OpenS Какой из них Посмотрим Так Смотрим трассировку на выводе Смотрим трассировку на выводе Но все Файл директория ВС коджи паттер мэйн Он пытается найти Джи паттер мэйн Не существует Сайж но директория Получается Надо сейчас Попробуем сверху Хлопнуть его полностью И добавить папочку Дефис мэйн Если Найти мэйн Ну хорошо Окей смотри Не проблема Добавим мэйн Мы по трассировке видим как это работает Очень круто То есть мы нажимаем здесь view Что я там нажимал бро А view output View output Получается Здесь выбираем windows Либо windows Выбираем Либо здесь выбираем Допустим extensions Сейчас Где у нас extensions host Вот он Вот он extension host Таким образом мы видим дебаг Мы Благодаря тому что мы видим дебаг Мы можем работать с плагином Это очень удобно Вот смотри Попробуем Попробуем заново открыть этот файл Run Это нам не важно Дальше он пытается запустить наш плагин Но тоже не запускается Почему Очень легко по сути понять Вот Локальный сервер поднимается Здесь мы это видим Extensions запускаются Ресурсы и так далее Далее Здесь по сути можем зайти в windows Потому что здесь трассировку будет очень длинная А в винде по идее поменьше чуть-чуть трассировочка Сейчас windows Так И где у нас здесь этот дебаггер Нам нужно по сути посмотреть что происходит с этим нашим плагином Мы можем сразу же сделать фильтр Если Ну просто нажимаем еще раз extensions И посмотрим Что у нас трассировка по терминалу Оп Start local extensions Вот он запускает Аристаж буфер идут Вот он пытается подрубиться Так Здесь не запускается В трассировке мы здесь этого не видим Но если что можем сделать Через контроль F Найти это Попробуем еще раз по extensions Extensions Host Extensions host Активация идет Да его видим Еще разок Restart Смотрим что у нас под трассировки Опять Вот он запускает трассировку Запускай все пакеты Зависимости Апишка Прогружает Microsoft Так Сейчас где у нас это Close Сейчас Activation Unload Python Так Форматоры запустил А теперь попробуем это сделать Через Так у меня сочетание клавиш Другое здесь Пишем получается Jupytex Jupytex Мы просто можем здесь смотреть что происходит А финиш Он Start Activation Extension Вот он И он пытается его открыть Да но он говорит что Нету у нас получается Этого самого Дефис Мэйн Да Дефис Мэйн Фэйлд Дай умер Видишь написано Параметр Дай Вот он Дай Он умер Умер с ошибкой В трассировке Сейчас посмотрим почему он умер с ошибкой Так Скорее всего он не нашел путь Так Сейчас посмотрим Так Еще разок Open Финиш Вот И ты так по сути начинаешь дебажить Просто так начинаешь дебажить 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 Сейчас по винде посмотреть что у нас по воркерам Windows Посмотрим Так Здесь результатов нету Нет Должен быть результат Еще раз попробую рестал сделать Делаем рестарт Так Депайтекс Только что до этого было неважно Смотри я в любом случае уже понят в чем проблема Проблема в том что мы с тобой переименовали сам репозиторий Там нужно дефис мэйн оставить как и было Сделаем Скорее всего зашито там где то есть такая вот штука Полный жесткий путь Ну окей Добавим дефис мэйн Переименовать Мэйн Пробуем Так Делаем еще раз restart extensions Пробуем И потянет ли он Если если это не сработает Есть еще один третий путь Знаешь какой Легко сейчас объясню смотри Вот если ты там с путями не хочешь возиться Там еще с чем ты не хочешь возиться Сейчас мы это закроем здесь ВСКОД закрываем Откроем заново ВСКОД 90% ошибок решается когда просто мы перезагружаем ВСКОД Далее Сейчас Запустили все плагины Пробуем Gpytex 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 Смотрим Так Сейчас Где у нас сенаторов AI Это не он Это не он Это не он А где наш плагин Так Плагин здесь пропал Видишь плагина здесь вообще нету Плагина здесь нету Плагина здесь нету Плагин должен добавиться Или надо будет жесткую перезагрузку делать Я понял Жесткую делаем перезагрузку Окей Делаем жесткую перезагрузку Откроем заново Так По сути последний штрих Ну вот так вот ты по идее должен подбирать плагины Вот и здесь Сюда их инсталировать И решать свои проблемы Как здесь самостоятельно Так Gpytex Где у нас наш плагин Здесь Не вижу Чтобы он Бился Так Не вижу здесь На что плагин Так Fixes Gpytex Мы же там его переновали Правильно Да Да Сейчас еще раз проверю Ридми Проверим Да Хорошо Так остался в компании Где наш плагин Наш плагин скорее всего есть у нас в установках Так Еще посмотрим Так Где у нас наш плагин Gpytex Но параметры Вот он Вот Gpytex Ноутбук Он включен Хорошо Далее Попробую еще раз это сделать Здесь Его как вижу здесь нету В целом нету этой самой нашей кнопочки Чтобы открыть Через Open Давай еще параметры Перезапустим его Возможно есть какие-то критические ошибки Которые Либо Либо этот плагин не связан с С ячейками То есть может быть это плагин не связан с ячейками Поэтому вообще не там копаем А сейчас посмотрим Хотя вроде как форк был Но надо Откуда вообще он начал форк делать Может быть этот плагин Это не Студя по описанию А сейчас посмотрим Хотя Так Есть 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 Да должно быть появиться Здесь эта самая кнопочка Посмотрим Так Run Здесь кнопочки не появилось Посмотрим Может быть Потому что пострадали зависимости Сейчас посмотрим Не будем Тогда изменять Вернем как было Если зависимость пострадали Тогда Сейчас Run Или возможно это плагин еще не доделан Вот то есть парень мог залезть в код Да Парень мог залезть Что-то там сломать И ты сейчас пытаешься его плагин установить Сейчас Который сломанный Так Вескоджу пайтекс Так Давай попробуем сейчас еще кое-что сделать Попробуем найти еще другой плагин Возможно этот плагин он не работает Он что-то тут сделал и не доделал Да такое тоже возможно В любом случае Ты понимаешь уже как Как образом можно решать эти проблемы Так Сейчас Идем назад Попробую еще кому-нибудь найти Из интересных Так 16 форков Как мы видим здесь 16 форков Кто-то может эти форки делать вообще во скрытом Режиме Только для себя То есть не в открытом Не видно что здесь эти репозитория Кто-то может вообще в скрытом режиме И мы не увидим здесь форки Так Три года назад Три года назад Пую Два года назад Перманентный Здесь что у нас получается один один комментарий скорее всего не закрыл ошибку скорее всего обычно в описании распишут то что мы закрыли ошибку наверно то есть коллеги вот этот фьючер улучшение этот ноутбук вы вырезал а искры эксенсор скрипт из денег апдейт так должна так звезд в ровно сейчас вот допустим плагин этого поставить и другого чувака здесь здесь семи хэд здесь он тоже что-то внес да он носить на 7 на 7 комитов опережает получается изначально этот самый репозиторий так об изначале мизитории можем вообще взять за основу изначально репозиторий вот этого чувака до пробовать как он работает так мы его брали уже вот вот этого ноутбук power tools ноутбук power tools еще посмотрим сейчас так если мы уже выбрали за основу дамы убрали за основу вот контрибьюторы вот этот парень отрибьютор может ему зайти встретить может быть у него тоже есть от репозиторий остался они видим а что-то на опыте да то есть он может он же к отрибьютор значимой какой-то вклад носил на силу скорее всего либо через форт либо напрямую мы дали доступ и тут без вариантов вещь вот он носил напрямую через форт видишь мы выше уже этого парня видишь мы на вышли парень который делку это вклад вот он мы можем у него взять плагин может быть он реальный его доработал смотри то есть и таким сам ты пытаешься найти рабочие плагины круто да то есть ты пытаешься здесь сцепиться здесь сцепиться тут это доработал и будто вклад внес здесь деда лозип вот на по сути на этом урок закончен так это я понимаю опыт тебе так берем вот это вот это вот это вот зачем нужен гитхаб полностью весь процесс разработки так далее взаимодействия искать все ошибки их чинить extensions и так далее вот весь компьютер это он по сути весь на гитхабе держится пути одесса зато софта скорее всего пенсорс дальше закидывать на вот этот плагин ах естественно мы делаем с мэйна меняем на ну на классику да то есть вот так вот потому что это мэйн добавляется по умолчанию на лишнее дальше в ритме заходим в ритме делаем какой-нибудь слово тест чтобы увидели что это плагин ну допустим тест 1 до тест 1 сенаторов тут уже точно мы не не ошибемся да и делаем обязательно 33 вот этих вот чтобы видно было все четко дальше это сохранили дальше теперь заходим сюда плагины вот соответственно посмотрим да вот с 1 сенаторов до disable и не будешь даже не надо же войск от перезагружать он сразу подтягивать видишь далее заходим сюда в лис . проверяем сделали парень этот плагин видно у тебя почему-то здесь не открывает open как джипайтер не важно сейчас заново запустим посмотрим если не значит плагин все-таки не доработан вот это вот ну то есть в любом случае ты по как искать так run in python так возможно нужно какая-то еще зависимость я посмотрим по джипайтеру джипайтер джипайтер сам джипайтер ему нужно я думаю точно поэтому ты бог нужен точно здесь power tools джипайтер 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 бук reviewer reviewer и тут нас речь уже по зависимости что что можно по зависимостям и надпеть по дебагеру на output и почему не может запустить наш плагин посмотрим еще разок джипай тэкс джипайтер так не включен и включен не включен видишь вот extensions из нот вы из этой версии wish вы сходу не можешь работать уже версия 1570 insider ему нужна версия 1.7 0 конечно мы можем попытаться найти соответственно за файдить жестко переписать плагин можем где-то вот надо блок снять либо блок снять либо зависимость выше не может учиться очень грустно очень грустно то что не может работать с нашей версии в исхода вот а так было бы очень круто то есть ты понял бы как это все в интерактивном то есть я бы сейчас прям все заработало ты понял скорее всего этого не доделал плагин но как ты видишь версия версия старая уже то есть нужно искать искать дальше вот либо либо переписывать зависимости скорее всего нужно переписывать зависимости так нужно переписывать зависимости посмотрим надо искать искать не здесь нужно искать уровень выше смотри можно пробовать переписать зависимости скажем так мозги скинуть уже есть как бы как блок такой да если мы пробует скинуть мозги ему сейчас попробуем скинуть нажмем здесь вот так вот сделаем ага небольшой если не против сейчас ну все вот он сейчас посмотрим так и где у нас это самое data science на или это понятно а теперь попробовать работать вот так вот так вот так отработаем об отлично очень можем работать по полную на полную работу вот попытаемся скинуть как здесь блокировка сена здесь есть блокировка здесь есть вот они видишь однако вы вот то есть extension они взяли они писали это расширение под под 157 видишь и это прописано видимо в блокираторе то есть кто-то блокирует пост мессендж и не той был по сути мы можем это заблокировать но понятно что скорее чем мы не мы не справим ошибку если мы просто возьмем просто за коментин да вот но я просто показ как можешь и проблемы то есть про чужие плагины смотреть их переписывать конечно нам для этого нужен джесс но желательно что попытаться найти готовые плагины а не переписывать уже на стоянку типа эти понял да желание не переписывать желательно все-таки пытаться найти готовый плагин рабочий вот но по сути вот так вот я думаю что у тебя рано или поздно получить найти рабочий плагин ну для опыта это тоже будет очень хорошо вот но по сути это все да вот так что я думаю что все после такого опыта ты конечно можешь прямо хоть завтра выходить на работу когда хорошо